Юные скрипачки представили Кировско-Апатитский район на заключительном этапе федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики». Юлия Кухарчук и Виктория Зубкова поучаствовали в мастер-классе известных российских педагогов, который прошел в Валенигорске. Также девочки получили возможность выступить на гала-концерте в столице Заполярья. Скрипичный дуэт Юлия Кухарчук и Виктория Зубкова представил на мастер-классе в Валенигорске номер «Старинный гобелен». Оттачиванием его мы занимались уже в Валенигорске с Юлией Виталиной. Она ставила нам его уже целенаправленно на сцену филармонии. Переосмыслила произведение, заставила по-другому на него взглянуть. Дети его мыслили по одному, более, я скажу, романтично мыслили мы его. Она вдохнула новую волну, она детям дала такой толчок, она заставила играть динамично. Так, очень, я бы сказала, по-военному. Нам слегка откорректировали динамику и подачу энергии, потому что в любом случае важно не только то, с какой техникой ты играешь, но и то, какой посыл ты несешь. Именно с этим произведением девчонки и выступили на гала-концерте проекта филармонии Мурманска. Выход на главную сцену Заполярья волнителен. Но, как говорят музыканты, если исполнитель не взволнован, он неискренен со зрителем. Это не просто концерт, перед которым ты стоишь, трясешься и волнуешься, что же будет дальше. Это счастье жить на сцене в данный момент, тем более такая возможность может выпасть всего один раз в жизни. И было очень приятно осознавать, что она выпала именно вам. В проекте «Музыкальные надежды Арктики» приняли участие воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств со всей области, а также известные российские музыканты и заслуженные деятели искусств. Тем почетнее, что были отмечены апатитские юные таланты. Выступления наших детей прежде всего говорят о высоком уровне их исполнительского мастерства и, конечно, о качестве преподавания наших сотрудников. Конечно, мы очень гордимся своими преподавателями, своими учениками. Нужно сказать, что те дети, которые участвовали в этом проекте, конечно, они у нас лучшие. На концерте, посвященном 75-летию Великой Победы, прозвучали номера разных эпох и жанров. Особое место заняли произведения с военной тематикой. Субтитры создавал DimaTorzok